Одесса уникальный город, где разные народы оставили свою душу и память о себе в виде прекрасной архитектуры. Так было раньше, так есть и так будет всегда. Этот город вечен, меняемся только мы, те, кому посчастливилось совершать прогулки по Одессе. Здравствуйте, дорогие телезрители! Всем известно, что одесситы сторонники активного отдыха. Если мы хотим хорошо провести время, мы не валяемся на диванах, мы берем семью и отправляемся гулять в центр города. Ведь не зря же у нас даже есть улица с соответствующим названием – Гулевая. Как обычно, нашим лоцманом в океане одесских историй будет краевед Валерий Нетребский. Почему улица названа Гулевой? Существует версия, что она в честь болгарского купца Гулева, который владел недвижимостью на этой улице. Вообще в Одессе еще до официальных названий улиц, сплошь и рядом улицу назвали по имени первого или какого-нибудь заметного владельца. Но пока документальных подтверждений эта версия не нашла. В народе вообще считается, что она названа, потому что по ней гуляли. Ведь улица нынешняя Льва Толстого – это один из кратчайших путей с центра города к ее пригородам. Ну, например, на легендарную Молдаванку. И вот гуляя, люди решили увековечить это свое занятие. Мы все знаем Гулевую, как Льва Толстого. Но было еще одно название. Примерно с 1908 года улица названа в честь губернатора Одессы Карангозова. Между прочим, может ли кто-то из вас отгадать, кто по национальности генерал-губернатор Одессы? Оказывается, его фамилия Карангозашвили. Понятно, какая национальность. Легенды о нем распространяют по сей день. Типа того, что он явился на Потемкин и отговорил их от восстания, не сдались. Ну, ничего подобного же не было. В Одессе, по крайней мере, на Потемкин губернатор не являлся. Но вот так название это оказалось забытым. И уже в советское время улицу назвали Льва Толстого. Но было еще одно название, неофициальное. Тут, может быть, даже небольшую сенсацию можно сделать. Оказывается, по требованию тогдашних румчерода. Вот знаете такие события между февральской и октябрьской революцией? Улицу, по крайней мере, попросили наименовать в честь Александра Керенского. Но название это не прижилось хотя бы потому, что вскоре произошли события, связанные с октябрьской революцией. Поэтому неофициально можно считать еще одно название. Сегодняшнюю экскурсию по Гулевой улице мы начинаем у главной святыни Одессы, у Преображенского собора. Собора недавно, воссозданного, кстати, чтобы вы знали, слово «восстановлен» неправильно. Именно «воссоздан» собор. Вот такой употребляется термин. Ну и, наконец, не отходя от кассы, что мы тут видим? 121-ю школу. 121-я школа, это довоенная школа. Ее считается, что построили из камней собора. Но я изначально, когда его взорвали, не верю в такую версию, но вы себе представляете, рванули собор, какие могли быть камни после этого для постройки школы. Но должен сказать, что версия – это очень живучая. И, по крайней мере, кто в нее поверил, кто бы думали? Градоначальник Одессы, господин Пынтья, во время оккупации. Градоначальник Одессы, господин Пынтья, во время оккупации. Градоначальник Одессы, господин Пынтья, во время оккупации украинского народа, Леси Украинки. Тож, добрые люди меня привітали в далекой стране. Там друга в прихильной девочке, знайшла я. И море красу споглядали не раз, но при тихой године. Все мы с вами знаем, что она дружила с дочерью великого библиографа Украины, Михаила Комарова. Так вот, эта дочь Маргарита, когда вышла замуж за ученого Сидоренко, они переехали, видно, им дали квартиру в народной школе. Раньше очень часто руководство школы, учителя жили при школе. Эта народная школа стояла именно на этом месте, где вот позже была воздвигнута 121-я школа. Я могу только добавить еще, что здесь училась Лариса Долина, наша знаменитая эстрадная певица. Вот ведь на углу, где мы видим будку с автоматами, это же была аптека. Вот подлинный рецепт этой аптеки. Аптека В.Л. Пискорского в Одессе. Ручко. Ну, Ручко – это ваш дедушка, городской казначей, да? Прадедушка Лидия Адольфовна. Тогда на каждом флакончике с лекарством был ярлычок. И вот этот ярлычок сохранился в подлиннике для рецепта лекарства казначею Одесской Государственной Думы Ручко Семену Ивановичу, моему прадеду. Ему приписали капли, написали сколько раз в день. Это было совсем недавно, в 1909 году. Дом номер 4 до революции принадлежал домовладелице Елене Новак. Приобрел он бессмертную славу тем, что здесь была первая в Российской империи, само собой в Украине, и вторая в мире бактериологическая станция. Это тут помещение они уже арендовали, это им власти разрешили. Первая бактериологическая лаборатория была на Канатной улице в квартире самого Гамалеи. Но они люди не бедные и тому подобное. Второй вопрос, что эту лабораторию оттуда разогнали по жалобам жильцов, подопытные животные. Потом представьте себе, когда у вас за стенкой холера, чума, раздаются слова, бактерии в пробирочках, да? Хорошо, да? Они написали донос, жильцы стали возражать и их выперли сюда, в более безопасное место. Кстати, могу вам сообщить, что бациллы чумы живут более 500 лет. Значит, мы сейчас в таком интересном месте. Где была лаборатория, рекомендуем вам даже лизнуть для особого эффекта. Как известно, кофейни были еще в Хаджибее. И эту замечательную традицию продолжили многочисленные греки, которые здесь проживали громадными своими семьями. И подтверждение тому служит несколько открыток, которые мне посчастливилось приобрести, найти. Открытка куплена 11 августа 2006 года на развале книжном Кульково поле Одессы у еврея Миши за 3,5 доллара. В тексте открыток имеются фамилии и адреса Одессы за период с 22-го, 12-го, 8-го года по 10-е апреля 13-го годов. И в этот список входит этот адрес с фамилией Хиони. Монсеньору на французском языке, Монсеньор Николя Беляшев, Кофео Хиони, Колыч, Христос Воскресе, поздравляю с великим праздником, привет Пете и Анастасу. И еще одна открыточка этому же человеку, но здесь интересно, что изображение и подпись говорят о многом. Такую розочку надо. Открытка вам прибыла. Ты скажи, вам прибыла. О, вот это одесситка настоящая. Полина бабушка? Нет, дочка, извините. А вы у Николая? Улица номер 4, квартира 1. У вас квартира 1? Ничего похожего. А квартира 1 у вас? 1, но я в Рублевской. Это 800 год, 890 год. А, 800. Ровно 100 лет назад. Вы у кого квартиру купили? Ой, вы меня спрашиваете, у меня тут кто-то живет. А сколько лет вы здесь живете? Я после войны только. А после войны, а кто до войны живет? Я приехала к мужу, муж здесь и родители, эти давно-давно, с тех времен. А муж есть? Муж есть? А муж Рублевский? Муж Рублевский, сына Рублевский, сына тоже нет. Если придет Николай Тамерланович, скажите, что к нему приходили. Мы с вами находимся у шестого номера, который принадлежал знаменитому доктору Одессы Бардаху Якову Юльевичу. Между прочим, основателю, одному из основателей, правильно сказать, скорой помощи в Одессе. Должен вам сказать, что он очень высоком уровне, они готовились к пуску, как бы, скорой помощи. В Вену ездили, в Париж, то есть те города, где скорая помощь уже давно была. Поэтому Одесская скорая помощь действовала как часы. Вот я уж не знаю, или сегодня может похвастаться скорая помощь. Считалось от момента вызова до приезда, так сказать, к болящему, не более 15 минут до любого конца города пробиралась скорая помощь. Мне в свое время пришлось считать даже правила скорой помощи. Ну, там понравился особенно, я думаю, нынешним Одесситам понравится такой пункт. Всякое подношение врачу категорически или персоналу скорой помощи категорически запрещено. Между прочим, знаете, кем работал отец Бардаха, Юлий Бардах? Цензором еврейских книг. Ну, особняк этот роскошный, что интересно, не был отобран у Бардахов и после революции. Мне пришлось считать воспоминания одного из юных пионеров, который сыном Бардаха ходил в школу. Ну, представьте себе, довоенные юные пионеры, коммуналки того времени. И вот он пришел в гости к своему однокласснику. Что его поразило? Мраморная лестница. Стояли такие металлические рыцари, знаете, с копьями для украшения. И он говорит с ужасом этому сыну, так вы что, помещики или капиталисты? В основном работали оформители здесь. Оформление требовалось при советской власти. Плакаты, стенды и так далее. И скульпторы тоже были. И скульпторы здесь работали во дворе. Здесь было очень весело, звучала музыка. Ну, естественно, были сплетни, склоки от чистоты, не от хорошей жизни. Здесь начинали многие художники. Именно оформительским делом занимались. А имена? Ну, Копьев, я помню, здесь начинал, как скульптор. Слишинский живописец. И многие другие. Но в основном это оформители, которые так и остались оформителями. Обращают на себя во дворе внимание, видите, рухнувшее дерево. Ведь еще недавно была табличка, что это уникальный памятник природы. Ботанический памятник природы местного значения Тополь-Боле посажен в 1883 году. Одесский гор Зелентрест охраняется государством. Ну, потом, конечно, будут говорить, что оно сгнило. Вот посмотрите внимательно. Прекрасно видно, что дерево попросту спилили. Табличка еще несколько недель вот тут валялась, исчезла уже. Вот, к сожалению, вот так у нас, видите, обстоит дело с памятниками природы. Было бы хорошо, чтобы сейчас гор Зелентрест, и уже не знаю, кому это поручат, перерегистрировал зеленые памятники природы. И чтобы был определенный контроль. И уже, во всяком случае, в таких вот случаях, чтобы было наказание тем, кто уничтожил памятник природы. К сожалению, ничто не вечно под луной, даже одесская история. Тем важнее для нас сохранить хотя бы в памяти величие этих домов и деревьев, выпуклость и звонкость этой пока еще булыжной мостовой. И мы обязательно продолжим наши прогулки по Одессе, новой и старой, знакомой и незнакомой, нашей, такой, какой мы ее все любим. Субтитры создавал DimaTorzok